Конь в славянской традиции одно из наиболее мифологизированных священных животных. Конь – атрибут высших языческих богов Хорса, Перуна и христианских святых. И одновременно хтоническое существо, связанное с культом плодородия и смертью за гробным миром, проводник на тот свет. Соответственно, конь наделялся способностью предвещать судьбу, прежде всего, смерть. Вспомним хотя бы смерть Олега Вещева от коня и распространенный фольклорный мотив. Конь предвещает смерть в бою своему хозяину. С вами программа «Русская культура. Истории О». При храме высшего бога балтийских славян Свентавита содержался белый конь, которого при гаданиях подводили к трем рядам копий. Если конь переступал левой ногой, это считалось дурным знаком, правый – добрым. Во время святочных гаданий у русских лошади завязывали глаза, садились на нее задом наперед и следили, куда она пойдет. Туда гадающая выйдет замуж. Наиболее архаичен в славянской мифологии образ всадника, святого былинного героя, поражающего змея. Например, заговор против огненного змея. На море на океане, на острове Буяне, на белгорючь камне Аллатыре, на храбром коне сидит перун-громовержец. Побеждает змея лютого, огненного, который летал в неверное царство пожирать людей, убил змея лютого, огненного, избавил девицу царскую и всех людей. Связь коня с культом плодородия и календарными обрядами очевидна также в обычаях режения конем, кобылой на святки и другие праздники. О вождении бесовской кобылки сообщают русские источники 17 века. В Рязанской губернии на Юрьев день делали коня, ряженого, на котором ездил пастух. На выгоне этот конь вступал в потешный бой с конем из другой деревни. При обрядовых проводах русалок на Ивана Купалу карнавальные чучелы изготовлялись с использованием маски, конского черепа, который в завершении обряда сжигали на костре, бросали воду и тому подобное. Здесь конский череп воплощал нечистую силу, русалку, ведьму, смерть, которую следовало уничтожить. Среди семейных обрядов конь играл особую роль в свадебном. В русском средневековом свадебном обряде коня давали в качестве выкупа за невесту. Коня и кобылиц, согласно домострою, привязывали усенника под клеток, где молодые проводили первую брачную ночь. Конь связан также со смертью, вспомнить хотя бы, как принял смерть Вещий Олег. Как транспортное животное он связан с путешествием на тот свет. Коня хоронили, сжигали вместе с хозяином в языческие времена. На Вологодче неизвестен обычай хоронить павшего коня как человека, оставляя на могиле перевернутые сани. Роль проводника на тот свет, на вершину стеклянной горы, выполняет волшебный конь помощник сказочного героя Сивка-Бурка, Конек-Горбунок и другие. Ай, вы конь, бурый, сильный, добрый конь, не златогривый. Я ль вас други не ласкал, и какой вас черт украл. Ты на черта не колеби. Братья коньков свели. Велика беда, не спорю, но могу помочь я, горю. На меня скорее садись, только знай себе, держись. Белые и рыжие кони считались посланниками тепла и солнечного света, всякого блага. Славяне верили, что солнечный диск несет по небесному своду колесница, влекомая тремя конями. В пословицах и поговорках нашли отражение терпения, выносливость и неумеренный аппетит лошадей. Изображения коньков охраняли жилища славян от вредных духов и враждебных навий. В виде чудесных коней представлялись все значительные явления природы – ветра, облака и грозовые тучи, быстрый проблеск молнии. Например, утренняя заря денницы ведет под узды сияющих белых коней, и рассветные облака, отгоняя всех вредоносных созданий огненными стрелами, лучами восходящего солнца. Днем кони становятся красными или рыжими, к вечеру сивыми, темно-серыми. Вечерняя зоря уводит их с небосвода, ночь же – это вороной, черный конь. В это время солнечный диск Хорс освещает подземный мир. Звезды и созвездия тоже сравнивали с конями, а Млечный путь – с молоком небесной кобылицы. Примечательна связь коней с росой – целебной водой с сильными магическими свойствами. С появлением солнца роса исчезает, ее выпивают небесные кони. Так вот какой наш воришка! Постой! КОНЕЦ Коли умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Отпусти меня скорей, дам тебе я двух коней, да таких, каких поныне не бывало и в поныне. Коней сравнивали с быстрокрылыми птицами, воплощением всего динамического, буйного, неспокойного и вместе с тем мудрого. Природная мощь коня трудноукротима, подается только сильному и уверенному седоку. Усмирить дикого коня на метафорическом языке означает приручить саму природу, заставить отдать часть своих безграничных возможностей. У многих народов подобное испытание входило в обряд инициации, который должен был пройти каждый мужчина. Всадник на коне – многогранный символ. Он несет с собой стремительные перемены, часто ведущие к гибели и разрушению. Если светлый конь олицетворяет собой радость солнечного света, то конь черный несет на своей спине саму смерть. С далекого степного юга приходили орды кочевников, и топот лошадиных копыт нес с собой дурные вести. С тех пор вороной, огнедышащий конь – это образ беды, демон, служащий темной силе. На конях любят разъезжать домовые и прочие дворовые духи. Любимцев своих они ласкают и прихорашивают, а если захотят досадить хозяину, то укатают и до смерти. С конями связано множество пословиц и примет. Атрибуты лошадиной упряжи, подковы, колокольчики, конские черепа – все это считалось могущественными оберегами, защитой от бед, залогом удачи и благополучия. Приметы и пословицы. Конь споткнулся на пороге – к беде. Конь воина нюхает – к гибели. Больной бредит о конях – скоро умрет. Ржание коня к добру, но при расставании к долгой разлуке. Не в коня корм. Царство без грозы – как конь без узды. Счастье на коне – бесчастье под конем. Свинья коню рылом и по хвост не вышла. Дареному коню в зубы не смотрят. Кто в коне пошел, тому и в воду везти. У восточных славян помимо святого всадника Георгия и Ильи пророка, разъезжающего по небу на колеснице, запряженной конями, святыми покровителями лошадей были Николы и особенно лошадники Флор и Лавр. День памяти Флора и Лавра, как и Юрьев день, считался конским праздником. На лошадях в этот день запрещалось работать. Из этих кормили досыто, подводили к церкви и крапили святой водой. Купали, украшали лентами, хвост и гриву, устраивали конские выставки и скачки. При этом лошадей запрещалось седлать. В Самарской губернии священник, стоя возле костра, зажженного от живого огня, крапил святой водой, прогоняемой сквозь специальные туннели, земляные ворота, табуны. Образ коня любим и классиками отечественной литературы. Александр Блок ассоциирует Русь со степной кобылицей. И вечный бой, покой нам только снится, сквозь кровь и пыль летит. Летит степная кобылица и мнет ковыль. Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? Не так ли и ты, Русь, что бойкая, необгонимая, тройка несешься? Что означает этот наводящий ужас движения? Что за неведомая сила заключена в неведомых светом конях? Кони, кони, что за кони? Вихри ли сидят в ваших гривах? Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Дай ответ. Милый, милый, смешной дуралей. Но куда он, куда он гонится? Неужели он не знает, что живых коней победила стальная конница? Неужели он не знает, что в полях бессиянных той поры не вернет его бег, когда пару красивых степных россиянок отдавал за коня печенек? Строки Сергея Есенина из стихотворения «Сорока уст» напоминают о ситуации, сложившейся сегодня на Старожиловском конном заводе. Прямо на въезде в Старожилово стоит сказочная красота здания, будто со страниц волшебной книги. Постройка конца 19 века – конюшня барона фон Дервиза, чьи владения когда-то занимали почти весь населенный пункт. Сейчас это исторический памятник архитектуры федерального значения, который, между тем, в крайне плачевном состоянии. Он рушится буквально на глазах. И хотя пока здание конюшен используется по назначению, именно здесь базируется знаменитый Старожиловский конезавод. До весны 17-го года Министерство культуры, собственник помещения, приказало освободить его. Вот наш конспортивный манеж. Здесь проходит выездка, раньше проходили соревнования, новогодние представления. Назначение его – постоянная работа лошадей. В аварийном состоянии особенно манеж, да и конюшня примерно на 50% в аварийном состоянии. Ее срочно нужно капитально ремонтировать. 210 породистых лошадей. Обитатели этих стен сегодня находятся под угрозой. Среди них лучшие представители элитных пород, культивируемые уже не одно столетие. Кличка жеребца Атон. Вот он от Аргуана и Малей. В его родословной три раза повторяется имя самой знаменитой спортивной лошади, значит, жеребца Апсент. Апсент был участником трех олимпиад. Главной гордостью Старожиловского конного завода всегда была русская верховая. Уникальная лошадь, созданная специально для высшей школы верховой езды, для такого направления спорта, как выездка, красивого и очень зрелищного. Мне интересует судьба нашей породы. Мы единственный конный завод, который разводит лошадей русской верховой породы. Эта порода является гордостью, являлась гордостью Российской империи и в настоящее время одна из лучших спортивных пород современной России. Это лошади этой породы, у них как бы быстрее получается, они быстрее соображают других пород. То есть, а это экономит время спортсмена. Часть помещений уже не эксплуатируется в связи с аварийным состоянием. Рушится кровля в манеже, где раньше организовывались спортивные соревнования и показательные выступления. То же самое можно было бы проводить и сейчас, тем самым привлечь потоки туристов к поселку. Тут не только же конюшня, тут же еще очень много зданий, построенные по проекту трех архитекторов. Значит, это, во-первых, Шехтель, во-вторых, Гримм и академик Красовский, который здесь построил церковь. Не каждый город это может. Вообще, оно сторожило само по себе. Как село уникальное, оно могло бы быть объектом туризма. С этим местом связано начало карьеры легендарного полководца маршала Георгия Жукова. Он здесь был назначен старшиной второго эскадрона. Пробыл здесь полгода. И, как и все, наши великие военачальники времен Великой Отечественной войны командовал сначала кавалерийским эскадроном, а затем кавалерийским полком. История вообще сама по себе здесь уникальна. И потерять это было бы просто безответственно перед потомками. Несколько русских верховых служат в президентском конном полку. По словам Владимира Фролова, представители породы могли бы вполне заменить своих сородичей с иностранными корнями. Но пока никто не знает, как сложится судьба уникальной породы, славная история которой в настоящее время под угрозой завершится. Почему-то истории про лошадей всегда печальные. Мы надеемся, что этот раз станет исключением. Субтитры создавал DimaTorzok